Трогательное видео воссоединение хозяина и той терьера, которого высадили из электрички в городе Серпухов. Его владельцы попросили выйти из поезда за несколько станций до этого момента из-за конфликта с пассажиром. Собака же осталась и проехала до конечной. Благодаря людям, приютившим Арчи, работе транспортной полиции и действиям самого мужчины, все закончилось благополучно. А в России продолжают следить за историей кота Отвикса. Его хозяин оценил жизнь животного в 30 тысяч компенсации. 24 минуты стоял поезд. Всего в поезде было три кота. Не так сложно было найти, но здесь абсолютное равнодушие, абсолютное непонимание ситуации. К сожалению, вот сейчас у нас животные, они как мусор. Если бы это была какая-то вещь, чемодан, никогда бы проводница не выбросила. 11 января кота высадила из поезда проводница. Сопровождающий животного по официальной версии в это время спал. Замерзшее тело кота нашли спустя неделю около железнодорожной станции. По всей стране призывали уволить проводницу. Сейчас ее отстранили от работы, а хозяин требует от нее извинений. Когда шли поиски кота, он же ведь никакого внимания не проявил. Он просто пошел на работу. Она поступила жестоко, но при этом возникает вопрос. А человек, который взял ответственность на себя, он остался в стороне? Он остался просто в стороне? Судьба от Викса получила неожиданно широкий резонанс. И удивительно, что многие зоозащитники, представители власти и общественники оказались на одной стороне. И даже призывают не травить проводницу, а сделать выводы из этой истории. Причем всем. Когда мы говорим о проводнице, ведь это же не только ее вина. Ведь у нас таких проводниц миллионы. Потому что сколько у нас в подвалах этих котов, сколько у нас в подвалах этих твиксов. У нас заполнены приюты. По мнению экспертов, подобное отношение к животным не появилось ниоткуда. Сначала, в конце 20 века, стало распространено держать домашних животных. Позже их стали заводить на дачах и бросать после окончания сезона. Последний гвоздь в крышку вбила мода на породу. Пафосность, которая стала возникать, она, к сожалению, размыла искренние чувства. И люди стали относиться к собаке как к неченному богатству, которое появилось у человека. А у кого круче? У кого круче без любви абсолютно. Люди просто-напросто стали относиться. Не понравилось, выбросили. Главная задача сегодня воспитания бережного отношения к животным – это все-таки остается семья. Семья и, возможно, более крупные штрафы, что работают в других странах. Но в России эти вопросы принимаются сложно. А пока эксперты советуют соблюдать правила перевозки. Ведь при покупке билета на животное его могут поместить в специальное купе на время пути. И наличие билета на такого пассажира обязывает проводников следить за ним. Кстати, в истории с Твиксом по официальной версии билет на кота был. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.